Дорогие собратья в священническом служении, дорогие сестры и рнахини, дорогая община, братья и сестры во Христе! Как одна наша прихожанка написала мне сегодня в утреннем СМС, сегодня исторический день для католиков России. Да, дорогие братья и сестры, сегодня исторический день для католиков России. Сегодня надо было бы организовать самую торжественную службу в храме, на которую собрались бы сотни нахих прихожан и гостей издалека, пригласить самого знаменитого проповедника для праздничной проповеди. Сегодня надо было бы организовать исторический семинар о истории католической церкви в России, пригласить свидетелей или легендарные личности, как, например, отца Иосифа Средницкого по прозвищу Айрмалах, в прошлых лет и послушать их воспоминания и рассказы, собрать самую представительную пресс-конференцию, провести чрезвычайную пасховскую конференцию о дальнейшем развитии епархии и проповеди, благое вести на этих территориях и так далее и тому подобное. Но, дорогие братья и сестры, мы находимся все еще в разгаре пандемии, и ничего этого сегодня не будет. Что-то подобное мы уже делали раньше в связи с разными юбилеями и памятными датами, например, вспомним 100-летие освящения Новониколаевской католической церкви Святого Казимира в 2009 году и другие. Что-то подобное мы еще с орехом и в будущем, например, 15-18 октября этого года, когда в Новосибирске намечено празднование этого до самого 30-летия возрождение структур католической церкви в России как общероссийское мероприятие. А сегодня, сейчас просто оставим пока все это и отдадим тихую память Церкви, этому мистическому телу Христа, ее верным чадам, этим живым камням Церкви, отдадим историческую память, большей частью трагическим, но и славным временам и ее людям. Наши мысли возвращаются далеко назад, в XVIII-XIX века. Среди депортированных в Сибирь есть и католики, прежде всего из польских земель. Они собираются в общины, чтобы вместе исповедовать католическую веру. Тобольск, Томск, Парнаул, Новониколаевск и длинный список других магов и других городов и сел Сибири. В Новониколаевске польские инженеры участвовали в грандиозном строительстве моста через могучую сибирскую реку Опь. Да, представим себе день освящения католического храма в Новониколаевске в 1909 году. Представим себе, как стекается народ, наверное, не только из самого города, но и из других мест. Благо, теперь, после введения строя нового железнодорожного моста, это стало делом нетрудным. Мы, верующие, не только можем фантазировать, мечтать, представлять себе, но когда делаем это в молитве с верой, то мы действительно переносимся через пространство и время. Вспоминая сегодня молитвенно у торжественную общину верных в Новониколаевске в 1909 году, мы переносимся туда. Наша молитва сегодня переплетается с молитвой тих людей и того времени. Мы, верующие, дальше видим страшный двадцатый век, разграбление, святататство, уничтожение. Мы видим и свидетельство веры до уничничества. Сибирь – это слово нарицательное. Говоря «Сибирь», мы все понимаем это слово, как «ГУЛАГ», «Колыма», «Баркута». 1941 год – начало войны. И новые колонаки портированы, теперь это в первую очередь российские немцы с Павловки и с других мест Советского Союза. Поезда с депортированными останавливаются на каждой станции. Здесь их ожидают подводы из колхозов и забирают по одной, по две, по три семьи в деревню колхоз. Еще в конце 1980-х годов, до Великого Исхода, практически в каждой деревне Западной Сибири жили они, католики и литеральные. Дорогие братья и сестры, попробую войти в положение верующих того времени. Весь огромный механизм государственного воинствующего атеизма работал над тем, чтобы вытравить веру из людских сердец. Как в страшных, фантастических боевиках сегодняшнего времени, где штампуются бездушные рабы и солдаты для поддерживания режима. Но всегда оставалось ядро людей, на которых этот механизм не действовал, давал сбои. Это были чаще всего простые бабушки, которые хрестили, мчали, хормили, часто не создавали настоящие общины, которые регулярно собирались на воскресную молитву. И только совсем редко, начиная с середины 1950-х годов, к ним могли приезжать священники. И подумаем, представим себе, как эти люди желали получить спасительные средства Церкви, святую месту, таинства, и не получали. Вспоминаю такой случай. В начале 90-х годов я был в одном городке, вернее, в селе Красноярского края. И там записались на венчание три супруговские пары. Женихам и невестам было уже за 70 лет. В начале 60-х годов приезжал священник, и он готовил их к венчанию. И вечером на святой месте эти венчания должны были состояться. Но милиция пришла раньше, взяла с собой священника, и больше до моего приезда, в начале 90-х годов, в этом селе священников не было, и эти пары все еще ждали своего венчания. Дорогие, ситуация стала быстро меняться уже в конце 80-х годов. И 13 апреля 1991 года вышла Павская группа о возрождении структур Церкви в СССР. Сегодня мы включим наши молитвы, особенно Бородарственные молитвы, в конце места всех этих людей. И все, что было до 91-х годов, мы еще в следующее воскресенье будем вспоминать об этом важном событии. И я подам вам на размышление некоторые мысли именно об этих 30-ти годах существования католистской церкви уже в период почти полной свободы. Продолжение следует...